здравствуйте дорогие мои здравствуйте сегодня у нас будет фронтовой рецепт рецепт фронтовой перловой каши с тушенкой сейчас я развожу наш очаг расскажу вам как это все будет происходить нам понадобится вот такой вот котелок фронтовой вот такая вот тушенка друзья мои свинина и говядина по 500 грамм конечно же вот такая вот перловая каша продающаяся в любом магазине конечно же нам понадобится вот такой чайник для того чтобы мы потом попили чай нам понадобится вот такие вот кружки фронтовые которые мы будем использовать для 100 грамм фронтовых ну и немножко палыча потому что без палыча не было бы победы друзья мои и так перловая каша с тушенкой говяжий и свиной а как это делается выйти через одну минуту с вами сюф не переключайтесь готовить я буду исключительно на живых дровах сегодня я взял за основу опять черешню и вишню друзья мои у меня перловая каша у меня литр или килограмм значит воды я набираю 2 литра и несу его на наш костер друзья мои только на огне только на огне разравниваем ставим обязательно решетку котелок солдатский кстати на 6 человек по объему мне нужно будет ложка и половник срочно ложку и половник когда сильный ветер вода будет долго кипеть лучше накрыть ее крышкой тогда она закипит быстрее и вариться будет правильно дровишки подкладываем ветром уносит энергию фронтовые дрова скидываем друзья мои еще немножко и закипит наша вода под кашу ждем еще две минутки и потом бросаем кашу кашу бросаем только в воду которая закипела мы с мухтаром на границе сейчас сварим кашу и пойдем смотреть следы если следы на границе мухтар если нету нету вот так смотри по песку могут враги бегать мухтар вот эту вот этот песок мы разровняем и у нас здесь будет граница если пробегут враги мы это увидим сразу после перловой каши и шашлык можно делать и стейки можно делать все что угодно вот такая вот решетка она может ставиться на любой мангал кто ребятушки вода то закипела давайте мы снимем сверху всякую раку мало ли на войне конечно может быть так и не делали берем перловочку режем ее и всыпаем в нашу емкость ребятушки перловочка увеличится где-то может быть в два с половиной в три раза я думаю что она увеличится три раза все мы засыпали перловку кипящую воду а сейчас собственно что нам остается просто варим кашу что делать потом скажу чуть-чуть позже с вами сюв не переключайтесь потому что это дурной тон менять партнера многие из вас спросят а чё ты сюв не промываешь кашу всегда когда варят кашу и и промывают ребятки да у меня фронтовой рецепт когда на фронте было какой там промывать там промывали немцам мозги кашу там не промывали поэтому мы бросаем ее не промывая промоется кипящей воде вот раз и все я уже ее промыл многие из вас просят а чё ты сюв налил так много воды а потому что ребят тут такой огонь такое пламя то вода выкипит через 20 минут и и просто не будет поэтому я налил ее больше чем нужно вначале вам рассказал что воды наливается в два раза больше чем каши я налил где-то в три с половиной раза больше с учетом того что во первых ветер во вторых сильный сильный огонь это сильный сильный огонь он нашу воду испарит это мы ее варим существует жарение когда вы жарите на масле либо без масла существует томление или тушение когда вы с водой с маслом в закрытом пространстве долгое время томите при небольшой температуре и существует варенье да то есть вы варите продукт вот кашу мы друзья мои варим это классическое варенье то есть но не то варенье которое жрал карлсон у малыша а варенье именно как процесс ребят я хочу вас познакомить со своими друзьями это армен человек который может одновременно сделать вам зубы и одновременно может вам сделать ремонт квартире дальше илья он сегодня у нас форме ну можно сказать стукача или предателя но он очень хороший человек на самом деле никогда не делайте выводы и константин константин захарченко человек который всегда нас гостеприимно принимает на своем приусадебном участке я всегда называю это дачи но это его дом он живет в краснодаре и всегда вместе со своей собакой и со своими друзьями принимает он очень много делает полезного для сюфа поэтому прошу любите жалобы через каждые десять минут друзья мои тестируем кашу вот смотрите она увеличилась но может быть чуть-чуть где-то на 20 процентов но уже уже друзья мои уже она подходит уже практически шрапнель а то вот когда и остается минут 15-20 до готовности мы делаем следующее мы сдвигаем нашу кашу или наш котелок вот сюда вот ближе к краю ставим на освободившееся место сковородочку вот такую вот но желательно там чугунную либо ты фоль какая у вас есть и бросаем в эту сковородочку друзья мои мелко нарезанное сало естественно сковородочка сейчас нагреется и я хочу заправить нашу кашу одним интересным ингредиентом понятно что наше блюдо не совсем фронтовое понятно что всю в краснодарский готовит всякие ресторанные вкусности но тем не менее мы выразим уважение нашим дедам но и не забудем о том что мы живем современном обществе и я вам покажу как сделать кашу вкусную и так наша каша доходит наше сало горюет здесь без лука я добавляю лук сало сейчас лук обжарится я скажу что делать дальше ай какой запах ай как вкусно друзья мои правда очень вкусно все что готовится на огне на углях это нереально вкусно даже тому человеку который каждый день готовит на углях все равно бывает не под силу сдержать эмоции друзьям очень вкусно пахнет не хватает ребятушки помидорчиков настоящих кубанских вкусных свежих помидорчиков которые пахнут которые пахнут настоящими помидорами и мы их кладем сверху и начинаем тушить и знакомить их с луком это и будет наша заправка понятно что никто не отменял тушенку которая в общем-то ознаменует нашу кашу но пока что помидоры тушим с луком предлагаю сделать побольше огня чтобы огонь посильнее шел на нашу сковородку и наши помидорчики знакомились с салом знакомились с луком и знакомились в общем-то с огнем потому что они стоят рядом с кашей я думаю что они сейчас познакомятся скоро и с кашей некоторые итальянцы с помидор снимают кожу ну такие вот гурманы согласен кожа в помидоре не очень вкусная друзья мои но я считаю что в нашей фронтовой каше шкурка от помидора не помешает а наоборот даже придаст нашему блюду некую пикантность смотрите наступает время когда вы должны присолить продукт рекомендую адыгейскую соль буджекскую я работаю с многими солями вот смотрите кладем ну вот столько примерно чайную ложку ну может быть полторы друзья мои солим помидорки и сейчас еще скажу что нужно сюда добавить так как мы живем на кавказе но соль уже нам дала запах гор и сейчас еще кое-что мы сюда добавим когда начинается сильный огонь можно немножко помидорчики чуть-чуть помять потолочь то есть они должны у нас разбиться от температуры и превратиться просто в соус лук помидоры сало адыгейская соль и сейчас мы еще кое-что добавим ай наша каша так кипит и уже в принципе практически здесь нет воды то что нам надо смотрите какая наша шрапнель видите она увеличилась друзья мои не в два и не в три раза она увеличилась в пять раз учтите это когда будете готовить то есть одной пачки одного килограмма хватит на компанию 56 человек не покупайте больше вы ее не съедите просто тупо не съедите еще раз показываю решетка соус каша ну как бы они говорят попа его так ребятушки настал момент времени армен принес свою аджику армянская аджика достаточно острая я предлагаю сделать чтобы это аджика попала нам соус но армен говорит что ее много поэтому я сейчас все-таки половину уберу потому что мы не хотим чтобы у нас был пожар и так бросаем наш соус армянскую аджику и соответствующим образом мы делаем нашу кашу немножко кавказской ай соусок хороший я его уже посолил плюс аджика смотрите а что с нашей кашей папа а наша кашка то уже друзья мои почти готова время открывать тушенку иду открывать тушенку не переключайтесь с вами всю практически с кулинарного фронта ребятушки ну что я понимаю что главпродукт не проставлялся но я купил главпродукт и открываю первую тушенку и вываливаю эту тушенку в наш продукт вот так посмотрим что это за тушенка ну написано что это говядина гостовская давайте посмотрим что там вот так уже рог есть хорошо сейчас мы ее разровняем открываем вторую тушенку свинину свинина ребятки ну знаете как тоже неплохо на войне потому что свининка дает какой-то сальце какой-то вкус смотрите вот что свининки ну тут как бы свинины конечно мало но тем не менее мы ее тоже сюда бросаем вместе со свиным салом да это будет нашей заправочка смотрите я беру шумовочку и начинаю нашу кашу знакомить с нашим материалом из мяса так называемый фронтовой хотел сказать десерт фронтовое блюдо друзья мои смотрите мясо знакомиться и растворяется в нашей каше ну если она не растворяется его можно немножко то есть ни в коем случае не кладите масло и не солите сейчас мы ее растворим потом попробуем на соль у нас на самом деле достаточно соленая заправка и наш соус сейчас я попробую я бы посолил но после того как я туда брошу потому что заправка даст свою соль и свой соответственно острый вкус а пока предлагаю налить краснодарского белого чая хотя краснодарского белого не бывает друзья мои на самом деле когда я говорю давайте нальем краснодарского чая я всегда вас обманывал вот клянусь вам на духу всегда я наливал палыча и все мои друзья после того как я его наливал говорили какие-то хорошие слова я вам хочу сказать хорошие слова спасибо что вы меня смотрите уже три с половиной года спасибо что вы ставите лайки спасибо что вы меня ругаете спасибо что вы меня хвалите вообще Всем спасибо. Кто не смотрит мой канал, тот дурак, друзья мои, потому что я вас люблю. Пробую нашу кашу. Она должна быть немножко недосолена, друзья мои. Чуть-чуть недосоленная каша и немножко пересоленная заправка. И абсолютно холодный чайник. Чайник закипит через 10 минут. И через 10 минут мы будем пить 100 грамм фронтовых. С вами Сюф. Не переключайтесь и больше не подбрасывайте дров, потому что у вас все сгорит. Ребят, смотрите. Она просто божественная. Мы ее сбрасываем в наш котелок. Это такой привет с Кавказа. И разравниваем, смешиваем и знакомим с кашей. Здесь у нас мясо, каша, жир, сало, лук, помидоры. Ну и, соответственно, перловая каша, которая становится уже практически как плов. Ну что, дорогие мои зрители, ютюбовцы, каша-то готова. Сейчас эту кашу я накладываю вот в такую вот солдатскую опочивальню. И мы с друзьями начинаем ее кушать, друзья мои. Итак, приятного всем аппетита. Будьте всегда в теме. С вами был Сюф Краснодарский. Давай закурим, товарищ подной. Давай закурим, товарищ мой. Еще раз. Давай закурим, товарищ подной, Давай закурим, товарищ мой. С днём победы, друзья мои! Ура! Хорошо! А кашка-то, ё-моё! Ребят, мы решили на границу не идти. Нахрен нам граница, если нам и без границы. Хорошо. С вами был Сюв Краснодарский. Будьте всегда в теме.